Далее мы двигаемся к продуктам по уходу за... Далее мы двигаемся к продуктам за уходу... Далее мы двигаемся... Блин. Красиво? Да. Красиво, всё, идёте, идите. А то я сегодня не сниму. Деваны не надо! Пойдём ещё что-нибудь красивое, оденем? Выйдите вообще из этой комнаты. Всё, идите, красиво. Унтман, петёрцу! Девчонки, всем привет! И в сегодняшнем видео мне бы хотелось с вами поделиться своими летними покупками за июль и август. И надеюсь, что вам будет интересно. Покупки мои были все косметические и самого разного характера, самые разнокалиберные. И я, пожалуй, сразу начну с покупок для волос. И первый продукт, который я приобрела, это был разглаживающий лосьон от Got2B от фирмы Schwarzkopf. Многие, наверное, его уже знают. Это как антифриз, который не даёт волосам распушаться. Он хорошо распределяется по волосам, приятно пахнет. И, в принципе, я им осталась довольна. Нет. Следующим продуктом для волос у меня является вот такой сухой шампунь. Этот шампунь мне попался в коробочке от Douglas. Девчонки, может, здесь, кто знает, в Германии есть такая коробочка с миниатюрками. Итак, этот шампунь является у меня оригинального размера, но не главным продуктом коробки за август. Это была коробочка за август. В нём содержится 50 мл. Здесь также написано 30 грамм. Это вот такой сухой шампунь в виде спрея. Вот здесь у него сверху дозатор. Мне его хватило всего на два раза. Он, в принципе, справляется со своей задачей. То есть, после использования этого шампуня жирность, да, вот этот блеск жирный волос исчезает, волосы выглядят немного свежее, также он приятно пахнет. Но после его использования на руках остаётся какой-то осадок, что ли, или как мука. И руки очень грязные в этом белом порошке, в этом белом осадке, хотя на волосах ничего не остаётся. В чём плюс? Но минус именно в том, когда распыляешь его по волосам, хочешь или не хочешь, попадёт всё так же и на пол, или на стол у меня. И тогда очень стоит вот такая пыль, и приходится мыть руки, и после него опять всё же протирать. Далее мы двигаемся к продуктам по уходу за лицом. И в данный момент я себе приобрела вот такие вот масочки для лица. Они против прыщей и чёрных точек с подсушивающим или высушивающим эффектом. Эти масочки содержат в себе водоросли и лечебную грязь Мёртвого моря, и они мне очень нравятся. У них маленькая стоимость, и они прекрасно справляются со своей обещанной задачей. До этого я говорила об уходе, то есть об уходовой косметике. Теперь мы поговорим о декоративной косметике. Итак, опять же для лица я приобрела для себя тональную основу от Dior. Называется она Dior Skin Forever. Это у меня 30-й номер. Содержит она в себе SPF 25, что меня очень радует. И хочу отметить, что она мне понравилась, так как она хорошо скрывает все ваши недостатки, особенно какие-то покраснения и даже хорошо видимые прыщи. Ну, если, конечно, уже светятся, как у меня бывают, какие-то рога на лице, то этого, конечно, не скрыть. А так очень хорошо смягчает и скрывает какие-то недостатки, но не создаёт эффект маски на лице, что мне очень нравится. Этот тональник хорошо сливается с вашей кожей лица, и как становится второй её кожей, что ли. И я оказалась ей очень довольна. Далее двигаемся к тональной основе в форме пудры. Это у меня вот такая вот тональная основа. Имеет здесь пудру и зеркальце. Также имеет вот такой спонжик. Что говорится об этой пудре? Советую наносить её влажным спонжиком, чтобы она закрывала какие-то ваши недостатки, и чтобы эффект был наиболее лучше, чем вы её наносите сухой. Но я её использую как матирующую пудру. Она хорошо матирует кожу, убирает блеск. Правда, с течением времени нужно немножко подпудривать, но я ей, в принципе, довольна. А также она пытается убрать какие-то также ваши недостатки. Эта фирма называется Hildegard Brauchman. Это немецкая натуральная косметика. И попалась она мне также в коробочке от Douglas. Это был оригинальный размер. Двигаемся дальше к рассыпчатой пудре от Essence, которая называется Fix & Matte Transluse Powder. Бесцветная прозрачная пудра, которой вы тоже припудриваете лицо, чтобы избежать блеск вашего лба, носа, бороды и так далее. Она мне очень нравится. Она хорошо матирует, что я также не ожидала. И с матовой кожей, допустим, я при вот этой пудре могу проходить практически весь день. Ну, где-то часов 6 точно. Правда, с ней нельзя перебарщивать, так как если вы ее сильно много нанесете, то будет ощущение какой-то муки или какого-то песка на лице, что не очень приятно. А также это были румяшки от фирмы MAC в оттенке Melba. Надеюсь, я правильно сказала. Это мятовые рубашки, рубашки, румяшки, которые хорошо ассоциируются с персиковым и абрикосовым оттенком. Они мне очень нравятся, очень яркий цвет, очень классный, просто супер. Теперь мы двигаемся уже от продуктов лица к продуктам для глаз. И это был у меня вот такой набор от Catrice для бровей, который имеет в себе... Также здесь зеркальце небольшое и два оттенка теней, более темные, более светлые. А также сбоку щипчики для бровей, то есть пинцет. И, если я сейчас открою, маленький очень мини-пинцетик. И вот такая кисточка для расчесывания бровей и для заполнения также бровей. Этой кисточкой я не использую, но мне кажется, именно скошенная кисть очень даже хорошая. Но вот эта просто смешная. Я не знаю, что они хотят расчесывать такой кисточкой. Сами тени для бровей мне очень понравились. Заполняю брови всегда теперь вот этим более темным цветом. И остаюсь после этого всегда довольной. Далее это также были тени для век от фирмы Maybelline. Color Tattoo 24 часа. Кремовые тени в оттенке 20-м Turquoise Forever. Очень классный оттенок. Мне он очень нравится, хорошо держится. И я им просто абсолютно довольна. После покупки кремовых теней именно вот такого оттенка бирюзового, мне нужно было найти бирюзовый оттенок именно сухих теней. То есть это были у меня вот такие вот оттени. Вот такие вот оттени от Rivalde Loupian. Это также немецкая фирма. Девчонки, может быть, из Германии, кто знает. Вот такого вот оттенка, чтобы специально фиксировать именно вот эти кремовые тени, чтобы они по стечении дня никуда не сползали. Я уже делала такой макияж и была просто-просто в огромном восторге, что никуда ничто не слезло и не съехало, так как одни кремовые тени вот эти держатся все-таки не 24 часа. Это уж точно. И также это были двое теней от Catrice и Essence. От Catrice под номером 270 Grace Philosophy. Вот такие вот светло-серые тени для растушевки каких-либо более интенсивных цветов. А также такие веселенькие тени от Essence под номером Shrimp Me Up 55. Вот такие яркие тени, опять же, на лето. Но я считаю, что их, наверное, можно и хорошо использовать как румяна. Что-то мне этот цвет очень понравился. И одним из последних косметических продуктов являются мои продукты для губ. То есть это будет у меня карандаш от Max Factor. Такого персикового оттенка. Может быть, если здесь видите вот этот оттенок. Очень он мне понравился. Также прекрасный для каких-то персиковых, оранжевых помад на лето. Просто замечательный. И я им осталась довольна. И также это было несколько помад. Один раз эта помада под номером 059 Copacabana от P2. Также немецкая фирма. Продается здесь у нас в линиях магазинов DM. Очень классный, яркий цвет. Также подходит к карандашу, которому я сейчас показала. Очень прикольно на лето. Следующая помадка была от Rimmel. Rimmel под номером 16 от Kate Moss. Вот такого оттенка. Это такой розово-коралловый оттенок. Очень классный. Я, как увидела, сразу купила. Потому что здесь у нас поблизости почему-то не могла я нигде найти таких. Вообще эту фирму. И последним продуктом для губ оказался вот такой блеск для губ от компании BU. Вот так он выглядит. Он мне также попался в коробочке Douglas. И я все-таки решила также про него рассказать. Так как это является также оригинального размера. Был, кстати, в коробочке за август. Такой нелипкий и очень приятно пахнущий блеск. Вот такого малинового цвета. Но я как-то такими, именно такими цветами не часто пользуюсь. Но, может быть, ранней осенью очень даже хорошо подойдет. И на этом, девчонки, у меня все. Я надеюсь, вы не заскучались и вы услышали из вышесказанного что-то интересное или даже что-то полезное для себя. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!